Здравствуйте! В этом видео мы разберем, когда полиция имеет право войти в вашу квартиру без вашего согласия. В соответствии со статьей 25 Конституции Российской Федерации жилище неприкосновенно. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан. Но здесь есть исключения. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения допускается в случаях. Первое. Для спасения жизни граждан и их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Второе. Для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Третье. Для пресечения преступления. Четвертое. Для установления обстоятельств несчастного случая. Пятое. При необходимости осуществления осмотра жилища при предъявлении сотрудникам полиции судебного решения при отсутствии на осмотр жилища проживающих в нем лиц, а также обыска и выемки в жилище при предъявлении сотрудникам полиции судебного решения. При этом в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище не терпит отлагательств, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. При проникновении в жилые помещения сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом замков и дверей. Сотрудник полиции, осуществляющий проникновение в жилое помещение обязан. Первое. Перед тем, как войти в жилое помещение, уведомить находящихся там граждан об основаниях вхождения, за исключением случаев, если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции, или может повлечь иные тяжкие последствия. Второе. При проникновении в жилое помещение, помимо воли находящихся там граждан, использовать безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу. Третье. Не разглашать ставшие известными ему в связи с проникновением в жилое помещение факты частной жизни находящихся там граждан. Четвертое. Сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить рапорт о факте проникновения в жилое помещение. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения, информируется собственник этого помещения и проживающие там граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствии. О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение, помимо воли находящихся там граждан, письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов. Полиция обязана применять меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения и по охране находящегося там имущества, если проникновение сопровождалось взломом дверей и замков. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если это видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.